Всем привет! С вами Зажигалочка. Сегодня едем на Кипр. Кипр это страна на Ближнем Востоке, островное государство в восточной части Средиземного моря, расположенное к югу от Турции и юго-востоку Греции. Весь остров это независимое государство, именуемое Республикой Кипр и признанное мировым сообществом. Все знают, что остров Кипр разделен на две части, южную греческую и северную турецкую, так называемой «зеленой линии», перемещение через которую до 2003 года было запрещено. Буферная зона ООН и несколько военных баз Великобритании в Кипр не входят. В 2004 году в Евросоюз вступил только Южный Кипр. Северный так и остался непризнанной территорией. Побывав на Южном и Северном Кипре, у меня сложилось впечатление, что я побывала в Греции и в Турции. На Южном Кипре живут преимущественно греки, но и очень много русских. На Северном Кипре живут турки. Официальные языки в стране – греческий и турецкий. Никосия, также известная как Лев Кассия, разделенная столица Кипра. Город этот известен тем, что разделен пополам берлинской стеной. К югу от стены живут греки, а к северу – турки. На весь город всего один контрольно-пропускной пункт, где можно перейти на другую сторону. Мы без проблем прошли через этот пункт из греческой стороны в турецкую, показав паспорта и распечатанные ковид-сертифициаты. И в тот же день без проблем вернулись обратно. Переехав демаркационную линию, вы увидите, как надписи на греческом языке сменяются надписями на турецком. И именно тут вы захотите выпить турецкий кофе. И греки, и турки, постоянно проживающие на Кипре, считают своей родиной не Грецию и не Турцию, а Кипр. Они гордятся тем, что они – киприоты. Что еще у них общего? Пожалуй, только левостороннее движение, навязанное во времена британского господства. И душевность, которая присуща только истинным гиприотам. Если вам было интересно, подпишитесь на мой канал, смотрите, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. С вами была Зажигалочка.